Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как избегать кораблекрушения своей веры. Первое послание к Тимофею, первая глава с 18 стиха по 20. «Припадаю тебе, сын мой Тимофея, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение веры. Таковы и Минеи, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились небогохудствовать». Заметите, Павел говорит Тимофею, «Тимофей, воюй согласно тех пророчеств». Следовательно, вера не пассивная. Люди, которые живут христианскую жизнь просто пассивно. Куда ветер идет, туда я иду. Когда ветер остановился, я остановился. Обстоятельства позволяют, я делаю. Обстоятельства не позволяют, я не делаю. Такие люди, шанс большой у них, что они отпадут от Бога. Не живи пассивную веру. Жизнь пассивная никогда не имеет успеха. Скажите со мной, аминь. Нужно целенаправленно, вы понимаете? Специально, обдуманно, конкретно, как цели поставить, двигаться вперед. Заметите, один человек сказал очень мудрую вещь. Самый лучший метод предсказать будущее, это создать его. Я хочу предсказать мое будущее. Успешное, радостное. Тогда надо, чтобы я это будущее создал. Это означает, целенаправленно просыпаюсь, и планирую, и двигаюсь осознанно к тому будущему, который я решил. Кто-нибудь скажите со мной, аминь. Поэтому Павел говорит Тимофею, жизнь христианская, надо воевать. Но не просто воевать, а нужно согласно теми пророчествам, согласно Божьего Слова. Жизни, чтобы оно удалось, надо осознанно, целонаправленно двигаться решительно к цели. Скажите со мной, аминь. А если ветер дует в твоей же цели, слава Богу. Если обстоятельства помогут мне, слава Богу. Но если обстоятельства не помогут, ничего не изменится. А если ветер падает в другую сторону, все равно ничего не изменится. Я буду дальше двигаться к цели. Скажите со мной, аминь. Поэтому Павел говорит, и говорит, имей веру. И говорит еще, добрая совесть. Две вещи, которые Павел считает нужны, чтобы избегать кораблекрушения. Вера и добрая совесть. Я к этому вернусь чуть позже, более подробно. И он нам дает примеры людей, которые потерпели кораблекрушение. Он нам дает двое из них. Первый зовут Именеи, а второй Александр. Этот Александр и Именеи пережили кораблекрушение, потому что они выбросили веру и добрую совесть. И вот, что значит кораблекрушение они пережили? Говорится здесь, двадцатый стих, богохулство. Имеется в виду, раньше они горели Богом, любили Богом, а теперь того, кого любили, ругают. Тот, к кому они стремились, теперь убегают. Тот, о ком они говорили раньше, теперь обзывают. У них произошло полное, внутреннее, перестановка вне туда. Давайте найдем этих ребят. В Библии они есть, о них говорятся. Второй Тимофей, вторая глава, будет читать с пятнадцатого. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. И непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии. И Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Менеи и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Вот имени, которые Павел назвал, вот здесь говорится, чем он занимается. Сомнете, как оно начинается, этот разговор, который Павел проводит с Тимофеем. Первый, он говорит, от пустословия удаляйся, потому что они делают тебя более и более нечестивым. Потому что, получается, видно это и Менеи, так и делал. И дальше говорится, вот непотребное пустословие, удаляйся. И Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы и Менеи. И этот и Менеи начал приносить заблуждение. Сомерьте динамику. Первое, Павел говорит, убегай пустословию. Имеется в виду пустые слова, пустые разговоры. Вы знаете, что есть люди, с которыми, когда общаются, нету содержания в словах, которые они говорят. Что такое пусто? Значит, внутри ничего нет. Облака, которые не имеют влаги, они пустые. От них дождь не будет. Слова, которые пустые, пустословие, пустые слова. Заметите, люди, которые собираются вокруг пустоты, заблуждение недалеко от таких людей. Вы когда-нибудь найдите любая группа людей, когда они собираются, все, что они делают, это осуждать кого-то, унижать кого-то, рассказывать сплетни о каких-то людях. Это все, о чем они говорят, это называется пустословие. И найдите этих людей через 10 лет, и вы обнаружите, что многие из них попали под влиянием разных заблуждений. И Павел говорит, Тимофей, хочешь избегать кораблекрушения? Да. Верить твоей? Да. Тогда удаляйся. Опять это активное действие. Это не то, что Дух Святой приходит и тебя забрал и унес, чтобы ты не слышал простословие. Удаляйся, имеется в виду, я встал и ушел и сказал этого мне не надо. Заметите, христианство везде проактивное. Я принимаю решение, мне это не нравится, я встал и я удалился. Второй признак кораблекрушения, который был у этого человека, который Павел назвал именей, он принес заблуждение, что воскресенье уже было. Смотрите, раз Павел говорит, что он начал заблуждение, это значит, раньше он в это заблуждение не верил. Раньше он правильно говорил. Откуда же взялось заблуждение? Заблуждение взялось, когда он отделился от церкви, начал собираться с людьми, которые любят пустословие, и вот начинается одна какая-то фраза растягивается, 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 растягивается до полного заблуждения. Маленькая подсказка. Иногда христиане берут одно местописание в Библии, и это местописание одно, один стих растягивает, растягивает, на нем строят вечер, что угодно, и настолько, как будто больше все остальные Библии уже нет. Наверное, этот человек именей, он, наверное, какой-то стих нашел из Библии какой-то, раз он был верующим, который он растягивал, 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 до того, что она уже перестала говорить то, что Библия говорит. И очень много на земле сегодня такое и делается. Брать какой-то стих, его растягивает, оно пока говорит правильно, объясняет его правильно, объясняет его правильно, потом, как начинает добавить, дедукции делать, или как правильно по-русски, дедукции это, из него делают выводы новые, какие-то, которые уже противоречит Библии. Заблюждение пришло в его жизни, и этот человек пережил полное кораблокрушение своей веры. А все началось из пустословия. Собрание людей, вокруг которого нету сути в разговоре, а пустота. Второй человек это Александр, 2 Тимофей, 4 глава, 14-15 здесь. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Второй признак кораблокрушения веры, этот Александр, он в отличие от имени, не шел против Бога, понимаете? ой, я Бога люблю, я за Бога, это Павел плохой, это я не люблю Павел, это Павел надо, вот Александр, он взял религиозные такой позиции, где Бог хороший, Иисус хороший, Библия хорошая, а вот Павел проповедник плохой. И получается это такая позиция, которая такая, все душевные люди скажут, ну, он же Бога еще любит, да, он еще хороший, но это он не любит, не любит Павел, ну, что тут такого, да, а Павел говорит, нет, он уже пережил кораблекрушение своей веры, а у него оно проявлялось не в войне против Бога, а в войне против Божьих служителей. Притча третья глава, с пятого по десятый стих, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Ну, что это значит? Это значит, иногда мой разум делает логику, вы знаете, цепочка логики, у вас такое бывает в жизни или нет? Цепочка логики. Муж пришел домой на пять минут почем обещал, так, наверное, задержался на работе, наверное, там какая-то женщина, наверное, это называется цепочка логика. Ой-ой-ой-ой, ну ладно, читаем дальше. Во всех путях твоих познай его, и он направит стези твои. То есть, когда я живу жизнь, я должен задавать вопрос, вот я так иду, Бог, за или против, туда тоже или не туда. Мы на пути с Богом или нет? Вот, если ты идешь путем определенным, и Бог скажет, стоп, пойди туда, сделай, как Бог просит. Когда ты это сделаешь, написано, он направит стези твои. То есть, ты передал ему твою жизнь, даже ты не туда шагаешь, он начнет направлять. Заметьте, главное, не уметь туда, куда надо, а главное, уметь правильно верить. А все остальное, даже когда ты не туда, Бог направит. Если есть выбор, идти моей логикой или Божьим, всегда выбери Божье. Всегда. Скажите, всегда. Не 90%, а всегда. Вот, всегда. это означает, что Бог знает, что наступит момент, когда я не хочу идти его путем. Он в курсе. Поэтому перед ним притворяться там, что ты в духе с утра до вечера не надо. Он в курсе. Он в курсе, когда ты злой. Он в курсе, когда ты готов порвать Библию. Он в курсе, когда ты кричишь на себя, на пастора, на кого угодно. Он в курсе. И это бывает по одной причине. Ты человек. И дальше почитай Бога. Здесь написано почитай Бога начатком прибытки твоей. Оказывается, держаться за Божье слово, за Богом означает я всегда почитаю Бога. Те люди, которые обзывают Бога, унижают Бога, что у них произошло? Почтение к Богу ушло. Те, кто обзывает церковь, почтение к церкви ушло. Те, которые обзывают пастора, почтение к пастору ушло. Заметите, чтобы себя оберегать, постоянно делай действия, разговоры, почтение. Надо, чтобы мы давали ему лучше, что у нас есть. И результат написано, это приносит здоровье для тебя, питает тебя, приносит успех тебе, твои тачили будут избыточествовать. Держаться за Богом, держаться верою в Бога обязательно вознаградит тебя. Вы, когда не будете читать Библию, найдите любого царя, который делал правильно перед Богом. Первый год его царствования, первый год правильных действий, ничего не было заметно. Но, когда вы увидите конец его истории, оно всегда было хорошее, успешное, радостное история, жить с Богом, держаться за веру, история твоя закончится хорошо. И, следовательно, все, кто отворачивается от Бога, у них и конец истории хорошим не бывает. Любого царя в Библии найдите, который отвернулся от Бога, ни у одного из них не был хороший конец, ни у одного из них. Если бы ты умел смотреть на время в отрезок несколько лет, ты бы понял, держаться за Богом в любом случае, независимо ни от чего, полезно, нужно и необходимо. Можно ли общаться с теми, которые горят? Да, сели вернуть к Иисусу, скажите Амин, но для себя всегда общайся с людьми, которые горят, любят Бога, любят Библию, молятся, слышат от Бога, что-то делают для Господа, общайся с горячими людьми, это поможет тебе избегать кораблекрушения веры. Илья, пророк, собирает пророков Ваала и убивает их, 450, и убил еще 400 пророков, 850, и народ Израиля начали поклоняться Господу Богу, и к Езавеле это дошло. И слушали, что она говорит? Третье царство, 19 глава, с первого стиха. И пересказала Ахав Езавеле все, что сделал Илья. Кто царь? Ты же царь. Чего ты бежишь к ней? Обычно, когда мы доложим начальнику, мы успокаиваемся, правда же? Получается, настоящий лидер не Ахав. Потому что, по идее, если он настоящий лидер, к нему должен быть конечная точка. Да? А в этом случае не он конечная точка, и Езавеле конечная точка. Что он убил всех пророков мечом и послал Езавеле посланца к Ильи и сказать, «Если ты, что такое Илья. Он перестал он перестал доверять Богу, который его послал. Для вашей новости через 24 часа Илья не умер. 48 часов его не убили. Год его не убили. 20 лет 20 лет его не убили. 100 лет его не убили. Тысячи лет его не убили. Вы в курсе, что до сих пор Илью не убили. До сих пор он даже Богу решил демонстративно до сих пор Илья не умер. А вы слышите, какие угрозы Езавела говорила? Какие крики? Завтра! Притом у нее власти. Слушайте внимательно. Бог держись за Богом. Держись за живой верой. Не бойся дьявола. Не важно через кого, не важно какие угрозы, когда с тобою Бог, ничего из этого не состоится. Если небо кое-что решило, нету ничего, что ад может придумать, что может остановить небо. Скажите со мной аминь. Если Илья знал, если Илья посмотрел глазами Бога, а не своей логике страха, он бы не убежал. Он бы пошел навстречу Езавеле и сказал попробуй, но он пошел согласно логике его разума. Заметите с тобой Бог, когда ты держишься за его веру. Скажите со мной аминь. Второе, что говорится, кроме живой веры, там написано добрая совесть. Эти два человека, Инея и Александра выкинули эти две вещи. В буквальном смысле написано выбросили и у них произошло кораблекрушение. Они могли выбрасывать что-нибудь из того, что мы говорили сегодня. Это было начало кораблекрушения. Второе, это добрая совесть. Добрая совесть имеет совокупность в себе. Это хождение перед Богом прямо. Имеется ввиду, что бы я ни делаю, делаю перед Богом. Два. Что бы я ни делаю, делаю перед людьми, так, чтобы им не вредить. Третье, иметь при этом здравый преобразованный и свободный разум. Если я делаю перед Богом, но у меня разум испорченный, мое понятие перед Богом может не быть правдивым. Что-нибудь меня понимает? Разум, который омыт словом под влиянием Духа Святого и при этом хожу перед Богом и честно перед людьми, перед Богом, имея здравый разум омыт словом Божьим, и когда это нарушается у тебя, остановись. Скажите со мной остановись. потому что если ты продолжишь, ты можешь себя подвергать опасности кораблекрушения твоей веры. Остановись, исправь то, что нарушает твою совесть, поговори с Богом, исправь ситуацию и двигайся дальше. Но не топтай над твоей совесть. кто будет сказать со мной аминь. Третий, последний. Если хочешь избегать кораблекрушения веры, переживи Божье присутствие и Божье помазание. Поверьте мне, есть разница между информационное понимание Бога и Слово Божьего и переживать Его в своей жизни. Есть огромная разница. Человек, который пережил Бога, пережил Слово, пережил реальность Бога, вера его более живая, нежели человек, который умственно согласен с Богом. Многие христиане, у них такая проблема, они с Богом согласны. они знают, что там написано, но оно не живое в них. Такие люди в опасности. Присутствие Духа Святого, прикосновение Духа Божьего, помазание Духа Божьего всегда оживляет Слово Божье, оживляет Бога во мне, делает, чтобы Бог был живым для меня, делает меня сильным, и моя вера становится живой. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силе Его, облекитесь во все оружие Божьем, чтобы вам было можно стать против козни дьяволской, потому что наша братья против крови и плоти, кораблокрушение приходит не от крови и плоти, от властей, милоправителей и тому подобное. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день зли и все преодолев устоять. Итак, встаньте припоясав через слова ваши истиной, облегчись бронью праведность и обувь ноги готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит, 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 правильно теперь сказали? Теперь знаю, как его сказали. Щит! Так, возьмите щит веры. Зачем оно нужно? Которому возможите угасить все расколонии стрелии люкавого. И слом спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. И всякую молитву и прощение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Если это ты сделаешь, кораблекрушение веры скоро к тебе не придет. оказывается, сила Божия может сходить и можно почувствовать и она убирает болезнь. Вы можете закрывать мне правое ухо? Вы меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слава Господу. Это ухо открылось. Дай дай Блэдисмэн Господу. Это Коля и Леша и до четырех лет они не могли разговаривать. С четырех лет их понимала только мама. И сейчас я с ними разговаривала и я могу их понимать. Они отвечали. Скажи я люблю Иисуса. О принципах победоносной жизни доступно и практично. В книге пастора Генри Мадава «Как стать чемпионом для Божьего Царства». Если вы желаете расти в своем призвании и быть успешным в повседневной жизни, эта книга поможет сделать конкретные шаги к подлинному успеху и благословению уже сегодня. Приобретайте книгу «Как стать чемпионом для Божьего Царства удобным для вас способом по электронной почте или телефону, который видите на экране. Заказывайте и становитесь чемпионами веры уже сегодня». Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академ Городок. Пишите нам по адресу 01001 город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.